Музыка Накануне начала нового учебного года в Доме культуры Станицы Азовской собрались педагоги со всего района на традиционную августовскую конференцию образования «Шаг в будущее». Для участия в ежегодном педагогическом совете собрался самый широкий состав участников – ветераны педагогического труда, учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, директора и завучи образовательных учреждений. Участников педсовета приветствовал глава северского района Адам Джарим, отметив, что без педагога-профессионала и соответствующих условий, будь то школа или детский сад, об успехах в образовании речи быть и не может. И наш район сделал огромный шаг вперед. Система образования строится на трех приоритетных направлениях – качество, открытость и доступность. Впервые за 32 года в муниципалитете откроется новая школа, и сегодня во всех учреждениях созданы максимально комфортные условия для самореализации подрастающего поколения. Открыла конференцию начальник управления образования района Любовь Маськом, рассказав о достойных результатах, достигнутых в учебно-воспитательном процессе в прошлом году и перспективах развития на новый учебный год. Особые слова похвалы прозвучали в адрес лицея и школы номер 4 поселка Афибский. Эти школы вывели районный передний план, школьники показали высокие баллы при стачи экзаменов. В нашем районе они проводились по 11 общеобразовательным предметам. Более 390 выпускников Северского района окончили среднюю школу. Из них 77 были награждены медалью за особые успехи в учении. На конференции также поделились своими наработками, которые выполняются во благо повышения качества образования, заместители руководителя учреждения Афибского лицея и Ильской школы номер 16. Первый заместитель главы Марина Наумейко отметила большие перемены, которые произошли в системе образования. Изменились требования качества образования к методике преподавания. Больше задач, сложных и интересных, ставится перед педагогическими коллективами. И августовское совещание – это возможность для открытого диалога, обмена опытом и мнениями. Особые слова благодарности руководства района выразили руководителю легенде Людмиле Петровне Непиющей, отдавшей своему труду 42 года. От лица всех присутствующих, от всего района хочу поблагодарить прекрасную женщину Людмилу Петровну. Есть такая фраза – уходя, остаемся. Поэтому мы всегда рады вам. Вот с таких вот людей берут пример. Низкий вам поклон. Берите пример молодежи, берите пример. Есть хороший наставник, есть хороший человек, который может еще в дальнейшем послужить нашему отечеству. Теплые слова в адрес участников конференции произнесла и Людмила Петровна. Сами понимаете, что это нелегкий труд, что это образ жизни. Я благодарю судьбу, что она привела меня именно в Северский район. В рамках августовской педагогической конференции традиционно состоялось чествование лучших педагогов района. В системе образования района трудится 1454 педагога. Из них в школах 830 человек, в учреждениях дополнительного образования 58 и в детских садах 466 педагогических работников. В завершении глава района поблагодарил все коллективы образовательных учреждений за подготовку к новому учебному году и пожелал дальнейших творческих успехов в воспитании и обучении детей. Низкий поклон нашим ветеранам труда, низкий поклон всем людям, которые когда-то в душе сказал, что я буду учителем, преподавателем мирового счастья, стабильности, уверенности, чтобы и в дальнейшем мы одной семьей в тандеме жили и работали. За последние три года система образования региона сделала серьезный шаг в будущее. В Крае началось масштабное школьное строительство. В отрасли появляются новые инновационные тренды, улучшается оснащение кабинетов и разрабатывается система поощрений для молодых педагогов. В Северском районе завершается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. На сегодняшний день ремонт продолжается только в тех заведениях, где не ограничились стандартными косметическими работами. Станица Северская – это школа номер 59. В учреждении ведется капитальный ремонт начальной школы. Здесь постелили ламинат, поставили новые пластиковые двери. Почти все кабинеты уже готовы встретить младших школьников. 1 сентября должно быть идеально все, все линейка, как вам можно. В школе осуществляется также капитальный ремонт спортивного зала. Его смертная стоимость – более 6 миллионов рублей. Такой внушительный бюджет стал возможен благодаря привлечению краевых средств на условиях софинансирования. На сегодняшний день подрядная организация провела отделку здания металлосайдингом с утеплением. Кровлю покрыли профнастилом. В спортзале подняли уровень пола, на который уложат специальный спортивный ламинат. Сейчас красят стены. В обновленном спортзале появились две новые раздевалки для школьников и одна тренерская с металлопластиковыми дверьми. Ремонт начальной школы и спортивного зала планируется завершить к 1 сентября. Остались считанные дни до 1 сентября. Уже скоро для миллионов школьников по всей стране начнется новый учебный год. Полное открытий, знакомств и ярких впечатлений. Но на повестке злободневный вопрос у родителей – сколько стоит собрать ребенка в школу? Как не покажется странным, самым разорительным является первый класс, когда не просто покупаются ручки с тетрадками, но и выбирается школьная форма и организовывается учебное место для ребенка. Попробуем составить примерный бюджет. На одежду и обувь, как не экономь, уйдет около 10 тысяч рублей или даже больше, как для мальчика, так и для девчонки. Что касается канцелярии, то здесь придется потратить от 1 400 до 1 750 рублей. Это не считая рюкзака, который обойдется минимум в 1 тысячу рублей. Пожалуй, именно на ориентир в 15 тысяч стоит рассчитывать, чтобы отправить в школу первоклассника. Для учеников более старших классов хватит меньшей суммы – около 10-12 тысяч. Сейчас уже работает горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. На ваши вопросы ответят специалисты Роспотребнадзора. Телефон 2 16 80. Время работы с 8 до 5, включительно до 3 сентября. Скоро 1 сентября. Мы полностью готовы к пучуке. Купили там товары и одежду. Большая проблема на сегодняшний день – это отсутствие хороших магазинов для детской одежды в северском районе, где можно было бы прийти и купить все в одном месте. Великому сожалению. В течение учебного года траты в любом случае тоже предстоят. На зиму ребенку нужна будет соответствующая одежда и обувь, которую мы в расчет не брали. Но и само собой от места приобретения тех или иных товаров бюджет подготовки к школе. Также зависит очень сильно. Одно дело – школьная ярмарка в Ашане или стихийная ярмарка в вашем поселении, где цены минимальны. Другое дело – покупка одежды в брендовом бутике. Популярный интернет-портал по поиску работы опубликовал топ самых интересных вакансий в Краснодарском крае. На первом месте такая профессия, как покоритель морских просторов и повелитель пляжных развлечений. Инструктору в пункт проката водной техники работодатели обещают насыщенные трудовые будни, зарплату в пределах 40 тысяч рублей и плавающие выходные. А вот где именно он сможет рассекать волны на гидроцикле – не уточняют. А вот если душа требует созидания, можно попробовать стать скульптором. В такой необычной творческой профессии предлагают главную обязанность – построить авторские клетки для диких животных. Тут и креатив, и экстрим. А вот зарплата – средняя по краю. Также краевые работодатели ищут специалиста лазерного шоу. Все, что нужно претендентам на эту вакансию – оригинальное мышление и свободные выходные. Основной объем работы будет приходиться именно на субботу и воскресенье. Заработок, так сказать, волшебника составит от 5 до 15 тысяч рублей за одно лазерное шоу. 28 августа православные христиане празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Успение на современный русский язык можно перевести как «сон» или «смерть». Но, несмотря на это, праздник носит светлый характер, поскольку напоминает христианам о переходе Девы Марии из одной жизни в другую и воссоединению с Сыном Иисусом Христом. Предваряет праздник Успенский пост – один из самых коротких, но такой же строгий, как и Великий пост. Он длится две недели. На Успение принято молиться. Молитва имеет особое значение, потому что праздник символизирует спасение и любовь. В этот день нельзя убираться в доме, работать в огороде и стирать. Главное же – восвращается ссориться с близкими людьми и совершать необдуманные поступки, которые способны обидеть окружающих. Его стиль стал иконом. Его образ – один из самых узнаваемых в мире, а знаменитую лунную походку знает каждый. Королю поп-музыки Майклу Джексону сегодня исполнилось бы 60 лет. 15 премий Грэмми, 25 упоминаний в книге рекордов Гиннесса. Один из немногих – Майкл Джексон дважды попал в зал славы рок-н-ролла и до сих пор удерживает титул самого успешного артиста всех времен. Несомненно, кумир миллионов, легендарный Майкл Джексон, навсегда останется в сердцах фанатов и просто слушателей. Несколько поколений выросло на его песнях, и только ленивый не пытался повторить его фирменную лунную походку. Он был особенным во всем, и это касается не только его творчества, но и образа жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...